Эмоции у меня все это вызывает. Ну и финальный поединок данного выпуска, дебют Григория Воробьева в промоушене ТОП ДОК. И его оппонентом здесь является Заур Исаев. И это как раз таки та ситуация, когда ожидали большего, чем случилось. Причем ожидали все. Это было видно и по комментариям пользователям перед боем. И если мы даже посмотрим на коэффициенты, то здесь тоже большая разница 1.43 на Григория Воробьева. То есть подавляющее большинство предполагало, что Григорий Воробьев использует свои навыки бокса и просто расстреляет своего оппонента ударами. Но, как вы понимаете, не тут-то было от слова совсем. Назвать ли это апсетом я тоже не могу почему-то, потому что это дебют двух бойцов. Оба имеют спортивный бэкграунд. И я хочу вам сказать, что я посмотрел сейчас статистику Заура Исаева. Спортивный бэкграунд у него не то, чтобы не меньше, а на самом деле больше, чем у Григория Воробьева. Достаточно быстро закончился данный поединок. За полминуты Григорий Воробьев ушел в пассивную защиту. И как раз именно из-за этого ему был отчитан нокдаун, после которого он не согласился продолжить данный бой. Ребята, здесь такая ситуация, когда я вообще ничего не хочу говорить. Почему? Да потому что кто смотрел мое интервью с Григорием Воробьевым перед боем, там была вставка от Шахина Дагизалова, который встречался с Григорием Воробьевым еще в любительском боксе. И рассказал о его работе в бою и чего бы ему следовало избегать в кулачном бою. Так вот, мне кажется, те слова Шахина Дагизалова перед боем хорошо отражают ситуацию, которая произошла здесь. И сейчас этот видеофрагмент даже, наверное, интереснее, чем он был перед боем. Давайте взглянем еще раз. Не знаю, как сейчас, но раньше он шел в глухой защите и пытался тебя постоянно зажимать где-то в углу и пробивать. Удары у него реально хорошие, чувствительные. Если он тебя где-то зажал в нужном моменте, можно такую серию нанести, что ты действительно его почувствуешь. Поэтому я просто двигался и не давал ему подходить к себе. Вот и все. То есть я переиграл. Удары у него хорошие, тяжелые, но скорости нету. То есть он медленный. Ему надо будет стараться подстраиваться вот эти две минуты и пытаться как раз таки... Тут скорее на скорость сработает. То есть вот эта тема глухая защита и пытаться зажать в углу в топ-доге не сработает. Здесь ему надо что-то поменять. То есть мне кажется, здесь больше как раз таки на скорость, наверное, мне кажется. Если вы заметили, там как бы медленным туда не место, мне кажется. Он не любит двигаться на ногах, он скорее ходит. Это я говорю, судя по 2011 году. Он тупо шел на меня, я вокруг него крутился, серию наносил и отходил, и он не мог. Поэтому ему нужно менять вот свою тактику, все полностью. И чаще двигаться на ногах, пытаться больше наносить ударов и не стоять глухой в защите. Вот что я могу сказать. В общем, как говорится, первый блин комом. И для Григория Воробьева он вышел прям таким хорошим комом. Не знаю, будет ли он продолжать карьеру еще в кулачных боях. Посмотрим, все это покажет время. А Заур Исаев неплохо так намекнул, что он не против встретиться в будущем с Михаилом Сивом. Вот сегодня о главном бою дерутся двое. Вот победителям я хотел бы подраться. Но, конечно, пока до такого поединка рано, потому что Заур только дебютирует, и ему еще нужно провести парочку боев. А у Михаила Сива бой за перстень, правда, пока непонятно с кем. Потому что, напоминаю, что Алексей Сушист закончил карьеру в кулачных боях.